Здравствуйте! Сегодня 12 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Греческое правительство объявило в пятницу, что оно достигло цели в своей самой масштабной за всю историю реструктуризации долга. Доля участия инвесторов в облигационном обмене составила 95,7%. Держатели долга обменяли облигации на общую сумму в 172 млрд евро, потеряв на этом более 53% стоимости кредитования. Тем не менее, новость была воспринята инвесторами весьма сдержанно, так как все события уже давно были заложены в цену. Реакцией рынка на списание греческих долгов стал принцип «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Сразу после оглашения результатов облигационного обмена единую валюту начали активно продавать. А последовавшая в ходе торгов публикация сильных уровней занятости в США еще более усилила продажи валюты, курс которой в обвальном падении вернулся на исходе торгов к минимальным уровням недели на отметке 1.3097. В нашем прогнозе на понедельник ожидаем продолжение снижения пары к целевым уровням 1.3055, 1.3023, 1.2973 и, возможно, к 1.2930. Если на откате от предыдущего снижения евро-доллар сумеет преодолеть уровень дневного разворота 1.3165 и закрепиться в зоне над ним, коррекция продолжится до отметки 1.3215, а затем возобновится снижение к вышеназванным целевым уровням. Британская валюта в ходе пятничных торгов столкнулась с волной продаж после публикации отчета по промышленному производству в Великобритании. Данные отчета оказались значительно слабее предыдущих показателей и прогнозов аналитиков и спровоцировали снижение пары фунт-доллар от ее азиатских максимумов 1.5828 к промежуточному минимуму на отметке 1.5750. Последовавшее далее резкое укрепление доллара после выхода сильнейшего отчета США по занятости еще более усилило нисходящую динамику валюты. Агрессивные продажи вызвали падение фунта в зону двухнедельных минимумов. Пара протестировала на снижении ценовой уровень 1.5662, вблизи которого и завершила торговую неделю. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение снижения пары к сильному уровню поддержки 1.5645. Если этот уровень будет пройден, последует дальнейшее снижение в направлении ценовых уровней 1.5583, 1.5564 и 1.5541. Если же быкам по фунту не удастся сходу продавить пару ниже уровня 1.5645, фунт-доллар может развернуться на коррекцию к предыдущему снижению. Ориентировочная зона завершения такой коррекции 1.5721-1.5763, после чего ожидаем вновь возобновления снижения британской валюты к вышеназванным целевым уровням. В экономической статистике понедельника Германия опубликует индекс оптовых цен за февраль. В Швейцарии выйдут данные по ценам импорта и ценам производителей. Великобритания представит сальдо расчетного счета платежного баланса за четвертый квартал, а США отчитаются об исполнении федерального бюджета за февраль. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.